Уважаемые товарищи, добрый день. У нас сегодня тема очень важная. Знаю, что здесь проходила научно-практическая конференция по развитию военно-морского флота России в 21 веке, но начать предлагаю с другого. Сегодня мы открыли учебный год в вооружённых силах. Начался он с крупных учений на Чёрном море военно-морским флотом. Проведено крупное и, на мой взгляд, успешное учение. Прошу командующего коротко доложить о результатах. Товарищи верховные главнокомандующие, сегодня первое в этом году было проведено оперативное межвидовое учение силы войск военно-морского флота, дальней авиации. В учениях были задействованы 31 боевый корабль-подводная лодка, 22 судна обеспечения и 39 единиц авиационной техники. Техника показала свою высокую надёжность. Были опробованы новые формы и способы применения. Личный состав показал профессионализм, цели учения были достигнуты. Результаты учения будут проанализированы, и об этом будет вам доложено. Так вот, огласил. Николай Анатольевич, хочу поблагодарить вас, естественно, министр обороны и генштаб, всех, кто готовил это учение и организовывал его, проводил, весь личный состав с хорошими результатами. Работая сегодня в море, передайте мои самые научные пожелания и благодарности. Уважаемые коллеги, мы должны с вами наметить основные направления развития военно-морского флота России на ближайшую и долгосрочную перспективу, рассмотреть проблемные вопросы отечественного кораблестроения. Военно-морской флот всегда был и остаётся важнейшей, если не ключевой составляющей обеспечения национальной обороны и безопасности. И в 21 веке мы должны сохранить и укрепить статус нашей страны как одной из ведущих морских держав. Отмечу, что все последние годы мы уделили развитию ВМФ повышенное внимание, направляли на эти цели значительные ресурсы, средства. Мы и дальше будем добиваться того, чтобы флот был современным, оснащённым по последнему слову техникой. Вопросы модернизации флота мы предметно рассматривали в начале декабря прошлого года в ходе серии совещаний в Сочи. В том числе речь шла об укреплении стратегических ядерных сил морского базирования. Как известно, в ближайшее время доля современных образцов вооружения и техники ВМФ должна составить 70%. Причём, повторю, этого показателя нам нужно будет не только достичь, его нужно будет удерживать. Важно учитывать, что за последние десятилетия качество и подходы к проектированию и строительству кораблей в мире заметно изменились. Сегодня сокращение сроков производства и стоимости военно-морской техники возможно лишь при использовании передовых технологий и процессов во всём цикле её создания этой техники, таких как 3D-моделирование, блочно-модульный принцип строительства, а также при унификации вооружения и основного оборудования, наличие современных судостроительных мощностей. Хотел бы ещё раз повторить. Только на этой основе можно повысить серийность строящихся кораблей, сократить сроки их поступления в состав ВМФ и улучшить условия ремонта. Поэтому нужно уже сейчас включать в тактико-технические задания на перспективные корабли и суда ВМФ требования о разработке и приёмке электронной конструкторской документации на базе цифровой модели корабля. И, конечно, принципиальным вопросом, об этом мы тоже неоднократно говорили, в том числе на совещаниях в Сочи, принципиальным вопросом является унификация вооружения и оборудования военно-морского плота. Даже сейчас, когда мы осматривали перспективные корабли и то, что есть сегодня, то, что подлежит модернизации, тоже к этому все опять возвращались и министры, и командующие, и другие коллеги. Сейчас завершается разработка комплексных целевых программ развития системы вооружения ВМФ по единому стандарту на основе межвидовой унификации с постепенным переходом на модульную архитектуру. Хотел бы сегодня в ходе совещания услышать, как продвигается эта работа.